Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам. На этой неделе в календаре еврейского народа есть одна очень замечательная дата. Эта дата связана с событиями, которые произошли с евреями примерно за 450 лет до прихода Мессию на эту землю. Я говорю о событиях, которые описаны в книге «Исфей» или, как мы называем ее на еврейском языке, «Мегелат Эстер». Я хочу прочитать с первой главы первый стих. «И было во дне Ахашвироша, этот Ахашвирош, что царствовал от Оду до Куша на 127 областями». В нашем тексте упоминается царь по имени Ахашвирош. В русской Библии его называют Артарксерс. Он был царем над Персидской империей, в которую ходило около 127 областей. Как же жил еврейский народ в тот период? Мы с вами знаем, что иудеи были уведены навуходоносцером в плен. Так начался период, который мы называем Вавилонским пленом. Исследователи книги обращают внимание на тот факт, что и Мордехе, и Эстер имеют имена, связанные с языческими богами. При этом, если мы знаем и еврейское имя Эстер, Адаса, то еврейское имя Мордехея просто вообще не фигурирует. Более того, поначалу, когда Эстер оказалась в царском дворце, Мордехей настаивает на том, чтобы она скрывала свое происхождение, что вкупе с отсутствием религиозной практики говорит о некоторой степени ассимиляции. К слову сказать, надо заметить, что происхождение Эстера и Мордехея было достаточно знатными, ибо они являлись потомками Шауля, царя Израиля. Далее. Исследователи книги обращают внимание на тот факт, что если мы изучаем книгу Эстер на еврейском языке, то в ней вообще не упоминается бог. При этом абсолютно нельзя сказать, что его там нет. В этой книге он предстает нам скорее как некий закулисный игрок, который контролирует все и действует во исполнение того завета, который он заключил с Авраамом, и тех обещаний, которые он давал еврейскому народу. Да, иногда его действия выглядят случайными. Вроде бы неожиданно в Ашти, жена Ахашвироша, перестала быть царицей. Как бы случайно слуги царя выбирают именно Эстер в качестве кандидатки в его жены. Да и сам царь выбирает из всех возможных вариантов именно ее. Каким-то странным, казалось бы, случайным стечением обстоятельств Мордехей узнает о заговоре, который плетется против царя, и таким образом он спасает ему жизнь. Далее, вроде бы неожиданно, мы видим, что происходит взлет Амана. Аман, который становится визирем при царе, то есть, по сути, вторым лицом в царстве. Аман требовал поклонения себе. Многие исследователи говорят о том, что на его красивых одеждах красовался герб его рода, который являлся идолом. Именно поэтому поклонение перед ним для Мордехея было неприемлемо ни с какой стороны. И это и приводит к конфликтам между Мордехеем и Аманом. Мы с вами читаем такие слова. Третья глава, пятый стих. И увидел Аман, что Мордехея не становится на колени и не падает ниц, и преисполнился Аман ярости. Здесь есть смысл рассказать о том, о кем же был этот самый Аман. Аман является потомком Амалика. Это тот самый народ, который вышел на войну против евреев, когда они шли из Египта. Надо заметить, что в отличие от других народов, Амалик не имел никаких причин воевать против Израиля. Израиль не планировал проходить через их землю. Он ничего у них не просил, как это было с другими народами. Более того, Амалик пришел из довольно далекой страны, просто из ненависти, и вступил с ними в войну. Именно поэтому мы с вами читаем в дальнейшем, что Бог повелевает Шаолю, царю Израиля, уничтожить Амаликитян полностью. Но Шаоль не послушался, как мы с вами читаем в книге царств. Так или иначе, мы должны понимать, что Аман унаследовал ненависть к еврейскому народу. И когда произошло то, о чем мы с вами прочитали, Аман решил уничтожить не только Мардыхея, но и всех, кто был вместе с ним. Аман бросает пур. То есть, он совершает гадание магическое действие, которое должно было ему подсказать лучшую дату для уничтожения еврейского народа. Но мы с вами знаем, что тот, который больше всех, имеет на этот счет другие планы. И снова, как бы случайно, Мардыхей узнает о планах Амана. И он обращается к Эстер со словами, «Не для того ли времени ты заняла свое положение?» Для Эстера, очевидно, проблема. Нельзя явиться к царю просто так. Это могло означать неминуемость смерть. Именно поэтому она обращается к Мардыхею с просьбой. Мы с вами читаем такие слова. 4 глава, 16 стих. «Иди и собери всех иудеев, находящихся в Шушани, и поститесь ради меня. Не ешьте и не пейте три дня, ни ночью, ни днем. И я со служанками моими тоже буду так же поститься, и потом пойду к царю, хотя это и не по закону. И если уж погибать мне, то погибну». Наш текст говорит о том, что Эстер говорит с Мардыхеем о посте и призывает его поститься, и намеревается поститься и сама. По сути, она противопоставляет магическим манипуляциям Амана именно пост. Интересно, что со страниц Торы мы знаем, что пост является духовным инструментом, который обращен к Божьей милости, к хеседу, как мы говорим на иврите. Именно это мы можем наблюдать, когда читаем с вами законы судного дня, Йома Акипурим, или когда мы с вами читаем книгу пророка Ионы, и в том и другом случае мы видим с вами, что милость Божия, хесед, достигается через пост. И интересно, мы с вами наблюдаем, что когда Эстер приходит к царю, он протягивает в ее сторону свой золотой скипетр, тем самым сохраняя ее жизнь, и царица приглашает своего мужа и визиря Амана на пир, и апогеем этих пиршествований становится тот факт, что Аман и его сыновья, и все маликитяне были уничтожены. Таким образом, потомки царя Шауля довели до конца то дело, которое Бог поручил ему. Прибавьте к этому еще один как бы случайный факт. Сын Эстер, царь Дарий, именно тот царь, который дал еврейскому народу возможность восстановить храм. Далее. Те из вас, кто знакомы с еврейской традицией, прекрасно знают, что сегодня этот праздник отмечается постом, хотя и не очень строгим, и обильным весельем. Помимо этого принято чтение свитка Эстер как дома, так и в синагоге. В современном Израиле принято в эти дни переодеваться в различные костюмы и маски. Это не есть подобие карнавала или хэллоуина. Это делается в память о том, что Аман гордился своими одеждами, и где он в результате оказался. Очень часто задается вопрос, а есть ли у Пурима какое-либо пророческое значение? Если мы с вами будем читать свиток книги Эстер на еврите, то мы наверняка обратим внимание на интересную деталь. В именах повешенных сыновей Амана есть четыре буквы, которые отличаются от остальных. Три из них меньше других, а одна из них больше других. Эти буквы составляют цифры 1946. Так вот, 1946 год по Григорианскому календарю – это год, когда состоялся Нюрнбергский процесс. На нем 12 виднейших нацистов были приговорены к смертной казни. Один из них, Борман, был приговорен заочно, ибо он успел сбежать. Другой, Геринг, покончил с собой. Интересно, что еврейская традиция говорит о том, что и дочь Амана тоже покончила с собой. И так по факту, в результате этого процесса 10 страшнейших врагов Израиля были повешены. Один из них – Юлиис Штрахер, идеолог нацизма. В отличие от остальных, не проявлял раскаяния. На протяжении всего времени он выкликивал нацистские лозунги. Но, когда его привели на казнь, он посмотрел с ненавистью на присутствующих и прокричал «Пурим 1946 года». И в этот момент под ним открылся люк, и его повесили. Случайно ли это? Конечно. Так же, как все, что написано в книге Эстер, случайно. Но это та случайность, которой руководит Бог. И мы с вами знаем, что грядет еще одно царство, которое будет напоено этим духом Амалика, духом антисемитизма. Это царство Антихриста. Но об этом мы рассказываем в других уроках. Смотрите уроки по книге Даниила. Да благословит вас всех Господь. Большим еще машех. Амин.